Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, наши дорогие подписчики, телезрители! Мы вас приветствуем в программе «Израиль и лица», просим прощения за технические задержки. Увы, не всегда и не все у нас получается начинать вовремя, все еще живем в несовершенном мире, но, тем не менее, стараемся быть лучше. Итак, у нас сегодня в гостях в нашей студии в городе Хайфа Леон Мазин, руководитель Шавей Цион. И у нас накопилась целая масса вопросов от вас, дорогие друзья. И поэтому в этой программе мы будем отвечать, пытаться отвечать на эти вопросы. Собственно, этому и посвятим все время. Шалом всем! Я также приношу прощение, что вот такая вот почти получасовая задержка. Надеюсь, что это не отразится никак на вашем внимании. Мы постараемся компенсировать это время. Шалом всем! Итак, ну, собственно, с корабля на бал. Первый вопрос от наших зрителей. Какие точки соприкосновения у веровавших язычников с Израилем в жизни здесь на Земле? Вот такой вопрос. Некоторые вопросы мне уже дали, чтобы я мог их как-то просмотреть. Во-первых, я рад, что в программе «Оазис Медиа» больше и больше последователей и людей, которые смотрят и интересуются. И мы благодарны вам, что вы распространяете мессианское мнение. Может быть, я пару слов хочу сказать. Это программа, эта студия была организована, чтобы предоставить максимальному количеству мессианских лидеров возможность говорить о своих взглядах. Поэтому у нас вы можете слышать целый ряд и широкий спектр людей, которые по-разному понимают. И это нормально, потому что мессианскому движению еще 50 лет нет. И когда нет какой-то выстроенной ортодоксии, какие-то разномнения много могут быть, это все нормально. И я уверен, что подобные вопросы вы, Михаил, задавали и другим людям. Поэтому, если мы по-разному отвечаем, то в последней инстанции это вот вы, наши зрители, которым все это предоставляется на суд. И мы верим, очень верим, что каждый человек, он способен сам воспринимать ту часть ответа, которая ему говорит и его строит в жизни. И это очень важно, чтобы вы были свободны в своих выборах. Окей, значит, какие точки соприкосновения у веровавших язычникам с Израилем в жизни? На земле. Ну вот такой вопрос прозвучал. Ну да, вопросы, конечно, иногда формулируются немножко странновато, но не важно. На самом деле здесь вопрос не маленький. И я попробую какие-то вещи ответить более широко. И первое, кого мы называем язычниками. Кого мы называем язычниками? Если это те, кто вообще не верит в Творца и с упоением торцуют вокруг дерева вуду и призывают бесов, то я скажу, что от таких людей, ну, по принципу, нужно держаться подальше. Максимально, максимально. Это с древних времен была практика евреев. Ну, максимум немножко бизнеса. Вы купили у них что-то, вы продали им что-то. И важно, чтобы это не было едой, потому что еда не покупается у поклоняющихся идолам людей. Но в современном мире, и я с удивлением часто слышу, слово язычникам, словом язычник называют тех, кто не является по национальности еврей. И это человек, который верует в Творца. И вот в этом отношении, ну, здесь ответ совершенно другой. Это люди, которые веруют в Бога Авраама, Ицхака и Якова. Они веруют в еврейского Машиеха, сына Божьего Иешуа. И такие люди являются полноценными нашими братьями и сестрами, потому что в свое время Господь Бог сотворил то, что называется еврейский народ или Божий народ. Лучше сказать Божий народ. И еврейский народ в этом Божьем народе является как бы первой частью или первым камнем. Так и написано в Торе, что ты, Израиль, первенец мой. Но всегда присутствовала идея в священных писаниях, что я призову и не мой народ, и у вас будет другое стадо. Мы можем это читать в Исаии, мы можем это читать в Евангелиях. И остальные люди стали такой же частью полноценной Божьего народа. Есть самые разные требования к разным частям, но, допустим, там вопросы кашрута, вопросы каких-то муадим, праздников, но в основном это не препятствует качественному и хорошему взаимоотношению с теми, кто не является евреем, но является неевреем, верующим в Творца. И здесь уже не надо ограничивать дела только бизнесом, ну, с едой нужно быть аккуратными, то есть чаще всего неевреи не знают нюансов кашрута. И мы в нашем движении, в мессианском движении, конкретно в той его части, которую я представляю, да, советуем евреям придерживаться кашрута, не как чего-то, что должно оправдывать нас перед Творцом, или чего-то, что определит наш путь в рай, а не в ад, но как часть послушания Богу, как Он попросил у нас, как у своих детей. То есть, следовательно, рекомендуется соблюдать постановление кашрута, и мы можем рекомендовать нашим зрителям тоже так поступать. Смотрите, это не Леон говорит. Мы читаем в священных писаниях, в Торе очень интересные вещи, когда Господь через Муше говорит, что пришелец, который пришел в Израиль, гер, или даже купленный за деньги раб, ну, в том случае, это люди, которые могут есть Песах, то есть, могут есть от святыни, если они проходят обрезание и становятся как природный житель земли. То есть, здесь как бы есть такой welcome. Те неевреи, которые по более поздним апостольским постановлениям присоединились к Божьему народу через веру в Иешу и подчинились каким-то 4-5 правилам, которые для них определило деяние 15 главы, то они полностью могут участвовать в том, что мы называем Песах. Соответственно, они могут быть с Израилем во многих вещах. Но, когда евреи верующие или мессианские евреи попадают за границу, я бы как бы советовал, что стараться все-таки придерживаться определенного кашрута, который определил священное писание для нашего народа. И я уже повторился, для чего сказал, для чего это нужно делать. Ну, а как вот нам относиться здесь, у нас, в Арыц, как говорится, в государстве Израиль, когда, ну, не секрет, что зачастую к кашруту относятся так, как в Советском Союзе относились к санэпидемстанции, и за деньги покупается, грубо говоря, эта печать. То есть, окей, смотрите, если кто-то идеализирует Израиль, вот все идеально, это далеко не так. Мы выстраиваемся как страна, здесь есть много самых разных вещей, и да, случаются моменты, когда покупается кашрут, но, с другой стороны, скажем так, на 90-95% если ты заходишь в супермаркет, который принадлежит большим сетям, это не те, которые основаны, которые заранее заявлены не кошерные, не хочу называть название, чтобы это не было использовано как реклама, то там, как бы, в основном кашруты, ты, как бы, особо не думаешь, ты заходишь и покупаешь то, что лежит на полках. Допустим, вот сейчас была неделя Песоха, и если вы заходили в такие магазины, то вы видели, целые ряды были закрыты клеенкой, это было не кошер, потому что содержало хамет, содержало какие-то дрожжи, и оно было не окей для употребления в эту неделю. Понятно, Израиль свободная страна, и здесь также есть достаточно большая рабская община, которую еврейский кашрут как бы не соблюдают, и есть достаточно большая нееврейская община выходцев с разных стран, которые были членами семьи или что-то такое, и даже есть евреи, которые игнорируют эти полы. Каждый свободен делать, что он хочет, он идет, покупает и кушает свинью. Я не говорю, что это поведет его в ад, но говорю, что это неправильно. Написано, есть один пример в священных писаниях, когда Творец приводит в пример одну человеческую семью, он говорит, ихний отец повелел им не пить вина, и они подчинились ему, он говорит, сия ваш отец небесный, говорю вам. Для чего это? Это другая тема. Это для чего нужно соблюдать, или какие пользы или выгоды от этого придут, это совершенно другая тема. Но самый важный момент, который верующий, верующий, имеющий реальное отношение с Творцом, молящийся ему, должен как минимум научиться уважать то, что Господь определяет как заповедь. Я заповедую вам, это важный момент. Может, и не до конца понимаешь, к чему это, но, по крайней мере, это будет тебе полезно для многих разных практических и, наверное, духовных вещей. Все мы не можем знать. Ну, то есть, в том числе и для самодисциплинирования некого такого. Пускай будет так, и дисциплинирование. Есть такая идея в Торе, «И разделил Господь свет от тьмы, воду от суши, чистую пищу от нечистой пищи». То есть, да, разделение, чтобы каждый человек знал заведомо, что в этом мире есть какие-то правильные и неправильные вещи, но, с другой стороны, есть какие-то подводные смыслы, митцвод заповедей, в том числе кашрута, в том числе соблюдение шабата. И я сейчас не говорю об уровне соблюдения на уровне, который, ну, скажем так, ультралоксальная еврейская община вела, а более-менее общепринятые израильские стандарты, которые, по-моему, являются вполне объективными и несложно исполняемыми. И мы в наше общение многих поощряем, особенно тех, которые недавно приехали. «Ребята, вы привыкли по-другому, вы сделаете». Я вот вижу сейчас, как многие люди с радостью это сделали, и даже некоторые, ну, уж не ожидал, что они будут собирать хамед и сжигать его. Но это было приятно видеть в постах на Фейсбуке. Ну, что ж поделать. Израиль, Израиль. Мы напоминаем нашим телезрителям, что вы можете задавать вопросы и сейчас, непосредственно в эфире. Вы можете это делать под видео в Фейсбуке, и наши режиссеры эфира нам дадут знать, что поступили новые вопросы. Ну, а мы пока пытаемся разгрести те старые, которых тоже немало. Следующий вопрос достаточно глубокий, богословский. Мы будем так мотаться из одной сферы в другую богословие. «Зачем Богу жить в человеке?» Вот такой, я не знаю, как можно ответить. Окей, вы определяете этот вопрос как более глубокий, чем тот. Чем первый, для меня он как бы более простой. Во-первых, Писание наполнено идиомами или аллегориями. И очень часто мы буквально воспринимаем некоторые выражения. «Бог обитает в человеке». Если вы напоминаете место, которое записано в Евангелие от Иоанна, типа «Ешуа сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим», то такие слова, как «обитель в нем сотворим», они не то что соответствуют, я просто как пример привожу. Писание говорит «рука Божья совершает это», или «вы стадо мое», или «вы невеста Мессии», или «вы жена Богу». Это все образные выражения, которые помогают нам понять какой-то контекст и какую-то принадлежность. Они не являются буквальным смыслом, что вот люди — это стадо. Кому приятно быть стадом? Овцой или бараном? Ну, типа «я овечка, а я козел». Ну, как бы это звучит немножко абсурдно, хотя некоторые люди вот на этом уровне воспринимают... Да, да, мы слышим такие. Но это абсолютно неправильно. Это больше показать принадлежность, быть соучастниками, быть в завете, в сыновстве, в близости, в необыкновенных отношениях. Творец, он не является кем-то, кого можно увидеть, ощутить, пощупать за руку, подержать за руку, потрясти его руку, посмотреть его в глаза, заплакать. Это сверхъестественный дух, который простирается везде, и такое понятие, как время, расстояние, пространство, для него все это незначимо, это все не то. То есть, как Бог, который пронизывает все, может прийти и обитель во мне сотворить, или обидать в человеке, это все больше слова, образы. Господь, царь Давид пишет в своих псалмах, «Взойду я ли на небеса, куда он не мог взойти, там ты, спущусь ли я в преисподнюю, куда он при жизни тоже не мог, и ты там». То есть, пророчески он как бы говорит, Господь присутствует везде. И когда есть такое слово, «я приду и обитель у вас сотворю», или «я буду обитать в человеке», это явная принадлежность человека к Творцу. То есть, здесь мы приходим к простой истории. Человека был шанс идти. Идти сюда, или идти в другую сторону. И он пошел в другую сторону. И вот, включились все эти механизмы с небес, чтобы вернуть человека в близость к Творцу. По сути, обитать в человеке – это когда человек приближается к Господу Богу, что не является одномоментным решением. Это больше процесс нашей жизни, когда мы познаем Господа Бога, и какая польза от этого. Польза здесь совершенная. И очень непонимаемая всегда нами, но она всегда есть абсолютно. Так Господь устроил, что человек является верхом Творения. И Господь поместил нас на этой земле. Некоторые принимают гелиоцентричную систему, некоторые не принимают ее. Но по-любому земля является центровым, пускай в духовном, я так скажу, плане местом. И все остальные миры, которые сотворил Господь, миры херувимов, серафимов, каких-то небожителей, духовные миры, они тем или иным образом пересекают нас. И Бог поместил человека, как написано в одном из псалмом, что ты думаешь о человеке, что ты поставил, унизил его немножко перед собой. В русском там написано перед ангелами, но в оригинале «Лифнея луфим», то есть перед собой унизил, то есть поставил его в ключевую позицию. И вот, когда человек приближается к Господу Богу, по сути, он духовно входит в эту ключевую позицию. И когда ты ставишь в двигателе детально правильное место, вот сейчас у нас была определенная проблема, мы не могли настроить наш компьютер, пока не вставили этот код IP, когда мы его вставляем в правильное место, система начинает работать. Так и здесь. Если человек, приближающийся к Богу, приближается к Нему, то он как бы становится в то духовное положение, которое без его даже больших затрат. Некоторые говорят, мы будем управлять ангелами. Мы даже не понимаем, кто они эти ангелы. Но живя... Но целые учения уже построены. Да, живя праведно, мы влияем на все эти миры. И нечто благое совершается, исправляя мир. И исправляя все. В чем секрет всего библейского откровения? Что Господь исправляет людей, приближая их к себе. В один момент это достигнет какой-то критической массы исправленных людей, придет в Машиях, устранится зло из природы людей, Ешуа воцарится на троне, и тогда все человечество как бы окажется посаженным на этом превосходном, определенном для Него месте. И вся вот это мироздание, которое Господь сотворил, все это мироздание, оно вдруг станет функционировать в соответствии с теми великими целями, которые еще не были достигнуты, потому что человек грешит, часть ангелов упала. То случилось, то случилось. Вот так понимаю, по крайней мере, это место. Ну, раз уж мы затронули эту тему, раз уж мы этого коснулись, о переводах и о значениях слов, о том, насколько неточен бывает наш синодальный перевод, я думаю, очень актуальный вопрос у людей, задают его часто. Насколько можно верить тому, что мы читаем в русском варианте Танаха? Или же все-таки настоятельно рекомендуется всем усиленно учить иврит? Окей, я отвечу на этот вопрос. На самом деле, я очень сильно доверяю выражению, не знаю, кто его сказал, что Господь Бог, Он контролирует свое слово. Вот очень доверяю этим словам. И, разумеется, каждый перевод – это интерпретация. То есть, каждый перевод, и когда говорят, вот этот перевод лучше, чем тот перевод, это просто другая интерпретация. Или вложен буквальный смысл слов, но буквальный смысл слов не всегда может передавать буквальную мысль, которая там заложена, особенно, когда вещи связаны с какими-то национальными выражениями. Я недавно, но и не так давно общался с одним профессором, который преподает на кафедре микра, то есть священных писаний в Иерусалимском университете, и он лингвист. И вот, к примеру, он дал вот такой пример, я думаю, может, некоторым нашим зрителям будет интересно услышать. Я уверен, что многие слышали массу, массу интерпретаций и толкований на тему, которая говорит, если око ваше светло, то и все тело светло, если око темно, то и все тело, и так, лучше так. И вот целая масса. На самом деле, этот человек, этот лингвист сказал мне, переводчик, когда переводил, во многих переводах, он не понимал, что это чисто ивритское выражение, светлое око и темное око. И он перевел это буквальным текстом. В иврите, когда собирают добровольные пожертвования на какие-то богоугодные мероприятия, помочь бедному, помочь больному, они говорят, если твое око светло, пожертвуй деньги. А если ты жаден, то значит твое око, соответственно, темно, и ты будешь скупердяем. И здесь, как бы, Ешуа, комментируя это состояние, говорит, щедрые люди всегда будут благословлены. Их сердце будет хорошо и настроено, их внутренность, все тело будет светло, как бы благословлено. Жадные, наоборот, будут подавлены. Почти ни в одном переводе вот этого смыслового содержания просто не присутствует, потому что его не знают. Поэтому еще раз говорю, есть очень много вещей, которые переведены без четкого понимания, но все это все равно самая объемная тема священных писаний очень корректно до нас в любом языке доносит идею о Творце, о праведном состоянии, о Машиахе, Сыне Божьем, Нишуа, о необходимости раскаяться в грехах, призвать Господа и исполнять добрые дела, которым мы призваны. И это основная вещь, как бы, очень четкая. Мы можем какие-то нюансы там и здесь сказать, вот, вот это более поздняя вставка, ладно, давайте опустим эту вставку. Но она же не изменяет общего текста. значит, то место будет звучать чуть-чуть иначе, но, как говорят, два-три свидетеля, они определяют верность. И таких свидетельств в Писании абсолютно, да. Поэтому я отношусь достаточно спокойно к переводам. Главное, что есть тексты, которые легко читать, и вот так бы я избирал для себя, что читать, не в том языке, в котором в оригинале оно было написано. По ивриту скажу вам тоже как бы вещи, может быть, немножко странные, но это факт. У меня растут дети, я знаю, они читают Писание. На иврите, соответственно, потому что их родной язык иврит. И некоторые вещи, они у меня спрашивают, что бы это значило. То есть там выражения в иврите, старые, которые в модерном обществе практически они не слышат. И то, что я им подсказываю, то я им подсказываю уже с какого-то перевода, потому что в данном случае мне некоторые вещи легче прочитать. Но понятно, есть люди, которые изучают на академическом уровне иврит, и изучают иврит священных писаний, и их понимание в некоторых вещах немного раз... Но это опять-таки не в определяющих, не в определяющих, не в доктринальных вещах. Ну, я думаю, кто хочет более глубоко историко-культурную, укопнуть часть, то на правах рекламы мы можем пригласить в Каевский теологический институт, и они могут услышать. очень много, они много чего могут услышать. Узнать. Ну, что ж, идем дальше. Следующая, как это, как в известной передаче против знатоков играют телезрители. Нормальная. И следующий вопрос таков. Человек способен теперь всегда быть праведным, способен ли человек всегда быть праведным благодаря своей вере в Ишуа? Или все-таки надо приложить некое усилие воли? Ну, вот такой вопрос. Опять-таки, вопрос, ну, как бы, в моем понимании несложный. Кстати, обращаясь к прошлым вопросам, даже не к вопросам, к выражению доктрина. Я не очень люблю слова доктрина, потому что доктрина, она тебя чуть ли не сразу загоняет в какую-то коробку. Писание призывает нас к шагам, но не к каким-то коробкам, потому что всякий раз мы можем видеть многомнение. Но, обращаясь вот к этому конкретно вопросу, достаточно ли нам праведности, которую мы получаем через нашу веру в Ешуа, или нам все-таки нужно прилагать усилие воли? Этот вопрос вы мне присылали раньше, поэтому я мог на эту тему немножко подумать. И у меня была вот такая картина в голове сообщающихся сосудов. Два сосуда, соединенные между собой, вы доливаете в эту жидкость, и в том его уровне тоже поднимаются, они выравниваются. Это примерно взаимосвязь между нашей верой и хождением с Богом, которые определяют по Его милости нашу праведность и тем, как мы живем. Поясню. Безусловно, никакие наши дела не могут в Его суде или в весах праведности показать, что вот мы совершили все четко. Написано в Писаниях, даже в ангелах своих усматривает недостатки. Исайя однозначно заявляет, ибо все согрешили и сошли на свою дорогу. То есть мы многократно, даже те праведники, про которых пишет Писание, допустим, в Луке написано, и Елизавета, и ее муж Захария жили праведны, это не значит, что они никогда ничего плохого не делали, просто они приносили жертву, покрывали какой-то грех. Значит, скажем так, что без жертвы, без смерти и воскресения Машеха за тебя, за меня, за каждого из нас персональной, человек, если он предстанет пред Божьим светом, то всегда найдет себя нечистым. Будет всегда проблема. Но если мы принимаем на себя праведность Машеха, а как ее принимают? Вы знаете, в древнем языке было выражение «Кто со мной, идите и креститесь в воде, погружайтесь в воду». Это было выражение «Следовать или становиться частью команды». Если ты стал частью команды Мессии, то по сути он является твоим экраном. Творец в его судейском свете, когда он просвещает тебя, он вначале просвещает того, кто стоит перед тобой. А если ты в команде погрузился, облегся, если ты облегся в него, то он видит тебя, но сначала видит его и его праведность. Но здесь для некоторых людей есть как бы скидка такая в кавычках. И они говорят, а если я всегда погружаюсь в праведность Машеха, то даже если согрешу, ничего страшного не будет, как бы все нормалек, я попрошу прощения, и это называется дешевое использование, не по смыслу использования, потому что это как сообщающийся сосуд. Если в тебя входит больше жизни от Господа Бога, оно влияет на твои дела, и твои дела тоже изменяются. Как мы можем знать, человек просто пробормотал, Господи, прости мне мои грехи, или он сказал это от сердца, и в нем есть по плоду, их узнаете, их. То есть одно здесь абсолютно взаимосвязано с другим, но первоочередное это мы приходим к праведности Господа Ишуа, она нас оправдывает в любом случае, но если наши дела начинают опускаться, значит мы лицемерим. Значит его жизнь в нас не присутствует, его праведность уже не актуальна для нас. Если мы изменяемся с течением жизни, если наш плод, наши внешние поступки, наше подчинение требованиям, которые он предъявляет нам, некоторые здесь заключат все, если мы исполняем заповеди. Я соглашаюсь с таким выражением, потому что я уже цитировал этот текст, кто меня возлюбит, тот словам или заповеди мои соблюдет. Что это значит для уверовавшего в Бога Иудея? Есть определенное число заповедей, касается Кашру, там Уадим, какой-то формы поведения, то есть для нееврея тоже есть, только может быть какие-то ограничения, потому что не нужно почему по каким-то причинам Святой Дух так решил в Деяниях в 15-й главе, что все это неевреям не нужно. Ну, нам показывает режиссер эфира, что хорошо бы уйти на рекламу, поэтому вернемся к вам после рекламы. Хорошо, спасибо. Ждем еще вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!